Так, где там мир сравнений? Давайте, идеальный парень Самые опасные вещи Даже не знаю, с чего начать Давайте для разнообразия всё-таки посмотрим мир сравнений Да, потом уже всё остальное Стримерскую зону мы тоже смотрели, вы где были всё это время? Итак, идеальный парень Мне даже интересно, мне даже интересно А ну-ка, ну я! Ой, ебать, это я, кстати, хуя А чё, а чё в самом начале-то? Цвет глаз голубый Я! 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 Ширина плеч Ебать, я в камеру нахуй, я в кадры не влезаю Лё, сука Лё, блядь Это я ещё дрыщ А если я в зал начну ходить? Ебать, я широкий буду, я к себе в квартиру не залезу Ряя Брови Шо? Густые? Ну, достаточно Да Я интеллект Ебать, ну я думаю, у меня там уже где-то 150 То есть тогда на тот момент, да, было 110 Вот, но я думаю, сейчас уже повыше Поэтому я уверен, 120 уже точно есть Ой, блядь А-о-о-о-о-о! Вот тоже. Всё. Нормально. Нормально. Обхват 10 сантиметров... Подожди. 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 Обхват 10 сантиметров... Как понять обхват 10 сантиметров? Это какая толщина должна быть? Что-то как-то я не знаю Это докторская колбаса Обтягивающая одежда Не, ну тут извините, рановато пока что Нет? Нет, что нет? Нет, идеально нет Что нет? О, это я, это я Это я Ну типа Ногти Стрижены, ну естественно Естественно, а как же Свет волос Ну да, я, я, я Седина тоже есть чуть-чуть Рост О, мне даже на 3 сантиметра больше Ну хоть, ну че Ну, ребят, это тоже Это можно все поправить Они у меня белые, конечно, но есть некоторые проблемы Ну, это можно исправить Это можно исправить Нормально С этим вроде как нет Ну вроде не воняет 40 сантиметров Ну наверное у меня там где-то Ну 40 Ну да Чего, блядь Эмоционально умный Он лучше поймет И выразит свои эмоции По отношению К своими женщинам Широкая спина Ну Вон там, короче, она, блядь В кадр не вылезает Как обычно Фу ты, блядь Увлажнительный Увлажнительный Когда мужчина уважает вас И ваш выбор А-а-а А, да Ну не каждый выбор Можно уважать же, правильно Иногда выборы Бывают ошибочные Линия челюсти Синяя линия Подворотка Означает Низкий процент Жира в организме Ой Тут даже Ну тут Женщинам нравятся Крепкие руки Ну Блядь Чё б так Вот Смотрите Оба Опа, нахуй И далее, блядь Ну достаточно крепкие руки Я считаю Ля, нахуй Кого, блядь А Фу, блядь Не, у меня нормальные ноги Я думал Трясущиеся Ноги Чё поддерживает Кого поддерживает А Важно иметь партнёра Который вас ценит А-а-а Уверенный Э-а-а Ну есть тонкая грань Между самоуверенным И дерзким Так что будьте осторожны Треснутые губы Э-а-а Не-не-не Нормально у меня Шрамы Бля, ну у меня есть Пару шрамов Вот здесь И теперь ещё и вот тут Небольшой Ну его как бы плохо видно Но всё равно имеется Возраст А-а-а Уже пожилой Да, в принципе, видите Идеальный показатель старший Э-а-а Блядь КОГО? Красный? Да ну наху Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ну она бывает, но я брею, и сна фана мне нужна. Полные губы. А, в смысле полные губы. Я не знаю, какие у меня. О, Маркус, кстати. Реально. Это реально он, кстати, если шо. Блядь, ну не умею я, и что? Зато я умею на кое-чем другом играть. Пальцами. Да, да, знакомый, блядь, экономный, я думал, знакомый, блядь. Экономные люди производят впечатление, обладающих большим самоконтролем. А, да? То есть приходишь ты со своей девушкой в магазин, она такая, блядь, хочу айфон. Нет! Экономим! Она такая, ооо, о да, ты такой классный, экономный. Сразу видно, самоконтроль. Я в тебе так уверен, спасибо, что ты мне отказал в айфоне. Это все потому, что ты экономный. Приоритет. Женщины хотят, чтобы их мужчина проявлял интерес к... А-а-а! Не, иди нахуй. То есть, конечно, я знаю, конечно, да. То есть друзей нахер послать, работу нахер послать. Все, есть только ты. А друзья подождут. Нет, никаких приоритетов быть не должно. Но все должно быть равносильно. Все должно быть равноценно, равноценно. Кулы! Бля, ну... Ну... Чего придает хозяину платоядный... Какой хозяин? Вены. Становятся заметными после тренировки. Ну, блядь. Каждый день тренируюсь. Не знаю, мне наоборот это кажется каким-то неприятным и противным. Добрый. А-а-а! Это я добрый. Вот это я. Вот это вот я иду. Добрый, ля какой. Позитивный! Сергей Симонов, что ли? Не, ну... Так как я дрыщу, у меня есть пресс. Но надо вот так... Так вот напрячь. И тогда, да, появляются кубики. Конечно, я честно. Конечно. Да. Чего, блядь? Улиточный кто? Быдло, ты ебаная, блядь. И все вот это вот. Сдере. Волосяный след, который идет до пупка многим женщинам, кажется очень соблазнительным. Блядь, серьезно? Фу. Я просто везде бреюсь. Я не думал, что это может кому-то нравиться. Нет. Тогда это видео врет. Быдло, ты ебаная, блядь. Вчера нам сказали приходить к 12 часов 31 в школу смотреть фильм. Там вы задолбали. Якобы день без интернета отказ писать в письменной форме. Только сейчас поняла, с чем связано. Ну вы же не пойдете. Вы же не дебилы, чтобы воскресенье, блядь, ходить в школу. Воскресенье официально, выходной день. Вера, спасибо за 120 рублей. Так. Взрослый ребенок, о нем придется постоянно заботиться. Улыбается. Блядь. Да, улыбаюсь. Смущенный. Красные щеки после поцелуя не оставят равнодушной ни одну девушку. Защитник. Да, я нахуй, да. Манеры. Когда у парня хорошие манеры, они действительно выделяются перед женщиной. Играть в играх. В смысле нет, блядь? Некоторые парни просто не замечают девушку из-за этого. Ладно, это уже стереотипа какие-то устаревшие. Ноги. В реальном мужского тела нет ни массивных ног, ни худых. Блядь. Ничего исправим. Запах натуральный. Хотя хороший парфюм может заставить обернуться любую женщину. Подожди. Натуральный, блядь, запах. Это запах чего? Фу, блядь. Очки? Ща организуем, ребят. Не, ну я по многим пунктам так-то подхожу, а шо? Ща, подожди. Ща организуем очки, ребят. Мне уже вроде как можно их надевать. Я нахуй. Ну шо? Бля, дебил, бля. Ой, бля. Быдло, ты ебаная, бля. Деночеры у которых ДР. В СДР. Сука. А, да? Рублей. Волосы на лице. Какая-то щетина, разве, нет? Мне это готовить. Ну да, я вообще без проблем приготовлю гречку с курицей. Слушайте, ну я почти идеальный. За исключением некоторых моментов. Но это все можно исправить при желании. Донатир, который поздравил Донатера в СДР. Я тоже присоединяюсь к поздравлению. Спасибо, хуй, спасибо. Так, давайте вот. Самые опасные вещи. Инфаркт. Основная причина смерти в Америке. Рак. В 2018 году во всем мире от рака умерло почти 10 миллионов человек. Инфекция крови. Осуждаю вот это вот. Утопление. Огонь. А, это вероятность. Ага, я понял. Бейсджампинг? Один к семи-семи-семи-семиста. Бейсджампинг считается одним из самых смертельных видов спорта во всем мире. Нихуя. В гонке гран-при. Дельтапланеризм. Бокс. Подавиться. Бля, я однажды подавился, чтобы вы понимали. Такой маленькой, блядь, крошкой хлеба. Она вот, я не знаю, если даже отдать ее сливке шоу, который вот под своей лупой, блядь, все там просматривать микроскопом. Даже там ее, наверное, вида не будет. Я, блядь, чуть не сдох из-за нее. Я, я реально чуть не... Как? У меня же глотка вроде, горло-то огромное. Туда член в обу пролазит. А тут, блядь... Вот. Вот, 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 блядь. Вот. Вот. Я чуть не умер. Я реально начал задыхаться. Она мне туда попала, я кашлял, задыхался. Я, я не мог остановиться. Я думал, все, мне конец. Это пиздец. Это реально. Это так долго еще было? Стихийное бедствие. Коронавирус. Один... Ну, блядь. Гриб. Солнечный удар. Выжил? Я не знаю, я не помню. Авария. Ага. Поражение электричеством. Подождите. То есть, получается, получается. У меня сейчас зрителей, ну, около 9 тысяч. Это что получается-то? То есть, у кого-то сейчас стихийное бедствие. То есть, у каждого... Трехтысячного, пятисотого зрителя стихийное бедствие происходит. Каждый 2600-й подавился уже, получается, да? Каждый 2200-й боксом занимается. Причем, судя по всему, неудачно, так как видео про смерть. Вот. Кто-то летает прямо сейчас. У кого-то гонки гран-при, получается. Бейс, джампинг. Вот. Огонь. У кого-то сейчас пожар. Причем, достаточно частая хуйня. Кто-то... Вот. Каждый 229-й сейчас утонул. А! Ладно, идем дальше. Хе-хе. Так, это мы видели. Подводное плавание. Горный туризм. Не, ну тут уже таких нет. Тут уже все. Тут уже это... Это Эвелон в прошлом. Американский футбол. Нападение собаки. Бля. А на вас когда-нибудь нападала собака? Прыжки с парашютом. Вот на меня вроде нет. Я такого не помню. У меня был такой случай, когда... Еще в Новокузнецке, там я, собственно говоря, пришел в такое место. Не очень благополучное. Там такой бассейн. И... Такое место, как бы, ну знаете, оно пустое. То есть там кусты, забор, нет людей. И там реально, ну, много таких, знаете, бездомных бородячих собак гуляло. Я как-то такой из этого бассейна выхожу. Значит, иду, смотрю на меня, идут две собаки, блядь. Такие здоровые, сука, бородячие, уличные псы, ебаны. Ну, пэс, короче. Вот. Идет такой. Ну, а я такой думаю, бля, ладно, буду просто идти дальше и игнорировать. Ну, как будто я их не замечаю. Она-то идет мне навстречу, а я тоже иду. И я соревну, на меня так смотрит, типа, злобно так. Останавливается, значит, эта собака, и так на меня. Я тоже, блядь, останавливаюсь, смотрю на нее, она смотрит на меня. И она нахуй начинает рычать. И так вот, знаете, так медленно делать шаги в мою сторону. И рычать. Огромная, сука, псина, блядь. Я так охренел. Я реально обосрался. Я разворачиваюсь обратно. Резко разворачиваюсь. И начинаю спокойно идти обратно в бассейн, блядь. Просто не оборачиваюсь. Я просто иду и надеюсь на то, что... Ну, как бы, собака мне ничего не сделает. За жопу меня не укусит. Ебать, это был такой момент. Что я после этого очень долго боялся из бассейна выходить. Я еще минут 30 потом внутри сидел и ждал. Но потом вышел и ушел. И все, выжил, выжил, выжил. В этот раз я точно могу сказать, что я выжил. Короче, пиздец полный. Страшно. Не, у меня собака не кусала. Собака была злая, когда я был в детстве. Она прыгнула в стеклянную дверь и оно разбилось. Это дверь, стекло разбилось. И как бы мне осколок попал сюда. Но сама собака каким-то образом пробежала мимо. То есть я помню, у нас была еще вторая дверь. Она прыгает в этот момент. Я там с бабушкой стоял. Меня бабушка, блядь, так хватает за руку. Отдергивает. И мы прячемся за вот этой дверью, которая была открыта. А собака, бац, короче, и убегает на улицу. Ее там кто-то на улице позвал. Вот, и все. Ну, и... Вроде выжил. Фейерверк. Рождение ребенка. Один к миллиону, ничего себе. Газонокосилка! В США около 75 человек ежегодно умирают в результате несчастных случаев с газонокосилками. Астероид. Ежегодно на землю падает 500 метеоритов. Но они очень маленькие. Вау-вау-вау-вау-вау. Падение с кровати. В основном это случается с детьми и пожилыми людьми. Падение с лестницы. Пищевое отравление. Блядь, да... Так-то, если подумать, по итогу, получается, вообще от всего можно умереть. От всего, что происходит в жизни, можно случайно умереть. Укус змеи. Кипяток. Вулкан. Сейчас извергается как минимум 20 вулканов. О, осуждаю. Полиция. Радиация от атомной станции. Ой, хуя себе. Э-э-э, молния. Мужчины в 4 раза чаще подвергаются удару молнии, чем женщины. Не понял. Авария самолета. Случайно выстрелил. Воздушный шар? Они действительно были изобретены для использования в военной сфере. Падение кокоса. Я не кокос? Авария на ярмарке. Атака акулы. Я хочу ее губы, блядь. Пробка от шампанского. Здравствуйте. Жири Дмитрий, не могли бы вы помочь Сабу собрать 46 фолловеров? Я стример. Буду тебе безмерно благодарен. Не-не-не-не. Если поможешь. Иди-ку привет. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Дредге, спасибо тебе большое за 120 рублей. Пробка от шампанского. Кстати, я вот тоже боюсь эти, блядь, бутылки от шампанского. А в особенности пробки эти ссанные, которые, блядь, выстреливают, вылетают. Я каждый раз... Вообще, когда начинает кто-то открывать эту бутылку, я в другую комнату ухожу. Подальше от этого дерьма. Вдруг я буду один из тех вот этих вот полумиллионов людей, которые умрут. Торговый автомат. Один к миллиарду, нихуя. Не пинайте торговый автомат, он может просто упасть и раздавить вас. Это как надо пнуть торговый автомат, чтобы он, сука, упал после этого? Рональд, Рональд, Рональд...